Сегодня у Раймонда Паулса юбилей маэстро исполнилось 85 лет. Музыка маэстро популярна и востребована не только на музыкальной сцене, но также на театральной сцене и в кино. В чем секрет Раймонда Паулса, попыталась выяснить Галина Сладонник. Не только песнями и музыкой для фильмов дорог мне Раймонда Паулс, признается кинорежиссер Яни Стрейч, но и тем, что он раскрепостил самовыражение в латвийском искусстве. Не боясь критики, показал, что наша музыка может быть красочной, мелодичной и понятной всему миру. Его деятельность свыше музыки, свыше политики, потому что он – олицетворение народного духа нашего, нашей эпохи, нашей молодости, нашей чаянии. Именно мюзикл на музыку Раймонда Паулса «Дамский рай» стал спектаклем, который 10 лет назад положил начало возрождению Дагуфпилского театра. Рассказывает режиссер этой постановки и директор театра Олег Шапошников. Музыка маэстро стала знаменем победы. Мне кажется, что есть по крайней мере две причины, почему музыка маэстро так востребована. Его музыка не является продуктом борьбы со самим собой или борьбы с миром. Его музыка, как мне кажется, свободно льется из его души. До тех пор, пока на нашей планете любовь и жизнь будут побеждать и торжествовать, до тех пор музыка маэстро Паулса будет и любима, и востребована. Мадонна, я волшебникам не верю. В 11 спектаклях со сцены Рижского русского театра имени Михаила Чехова звучала музыка Раймонда Паулса. Сотрудничество началось еще в 1965 году и продолжается до сих пор. Здесь немаловажен фактор, на мой взгляд, сама личность маэстро. Он очень отзывчивый человек с юмором, глубокий человек, человек, с которым легко и приятно сотрудничать, находить общий язык. И, как я понимаю и наслышана от своих коллег, которые довольно тесно работают с маэстро, с ним всегда можно договориться. Он чувствует актера, актер чувствует его, и это для театрального искусства, конечно же, является одним из основных компонентов успеха. Листья желтые в современной обработке и исполнении Катрины Гупола. Вдохновение для творчества в музыке Раймонда Паулса находят и молодые латвийские певцы, и зарубежные музыканты. Российская группа Каста выпустила песню «Под солнцем затусим». В качестве сэмпла рэперы использовали песню «Tavs Southsense». Раймонд Паулс – это музыка очень существенная и красивая. Он битмейкер, он суперкрутой битмейкер. Сегодня маэстро Раймонду Паулсу исполнилось 85 лет. Мы от всего сердца желаем вам наикрепчайшего здоровья, чтобы поскорее мы встретились на сцене, и чтобы вы радовали нас еще долгие-долгие годы. И эта радость встречи была безумно приятной и для вас, и для нас, и для нашего зрителя. В этот праздничный день весь коллектив Даугавпилского театра посылает маэстро самые позитивные мысли, самые позитивные эмоции и огромное количество любви. Поздравляем вас. Ю-ю-ю и желаем. Это вообще-то крепкое здоровье главное. Остальное у него есть. К поздравлениям присоединяемся и мы. Галина Солодони, Кришини Слейтис и всё латвийское телевидение. Полное интервью с российской группой Каста можно найти на страничке русского вещания в фейсбуке. Ну а завтра Раймонда Паулса с юбилеем поздравят и ведущие нашей развлекательной передачи «Маленькая пятница». В студии, хоть и по скайпу, будет сам маэстро. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова